Более полугода прошло с тех пор, как вступило в силу соглашение по сокращению миграционного потока между Евросоюзом и Турцией. Теперь на греческий остров Лесбас редко прибывают лодки с беженцами. Однако давление на местных жителей не уменьшилось. Тысячи мигрантов не могут попасть на материк и вынуждены оставаться в двух переполненных центрах. Большинство из них живут в лагере Мариа. Его изначальное предназначение – оперативно проверять личности мигрантов, чтобы определить, кто может просить убежище, а кого придётся отправлять обратно в Турцию. Однако теперь, по словам беженцев, такая процедура длится чрезвычайно долго. По данным организации Amnesty International, в лагере не хватает продуктов, в том числе молока для детей. В душах и туалетах грязно. Палатки не защищены от солнца и дождя. Мигранты говорят, все устали ждать ответа на свои запросы об убежище. «Трудно связаться с семьёй. Невозможно есть эту пищу. Спать некомфортно. Здоровье ухудшается. У всех у нас стресс». «Они ждут и ждут в течение многих месяцев. Им нужны ответы, нужна ясность. Даже если им откажут в убежище, власти должны дать ответы на их запросы». За помощь беженцам остров Лесбос номинировали на Нобелевскую премию мира. Но уже и у этих гостеприимных греков кончается терпение. Многие недовольны перенаселённостью острова и беспокоятся за будущее как мигрантов, так и своё. «Скоро наступит зима, и они не выдержат холода. Они будут разводить костры, чтобы согреться, и ситуация выйдет из-под контроля». Второй лагерь находится в ведении агентств по оказанию помощи и местной администрации. Здесь беженцы также живут в плохих условиях, сталкиваются с нехваткой продуктов и уже много месяцев ждут ответа на запрос об убежище. В Евросоюзе Грецию критикуют за медленную обработку заявлений. Греческие власти, в свою очередь, говорят, специалистов не хватает, а работы много. Сотрудники УВКБ ООН считают, что если Европа не начнёт принимать беженцев с Лесбоса, то напряжённость на острове будет только возрастать.